Смотрите, он её закрывает! Что происходит здесь? Ну это вообще... Он её только облил. Сел, облил. Вот вам все факты в лицо, смотрите. Что это? Это просмотры. Вы можете добиться таких же просмотров. Ребята, наши ролики реально набирают в ТикТоке. Поначалу вам кажется то, что это немного, но, ребята, одна неделя, две недели выкладки наших видео сдаёт вам огромное количество просмотров. Ребята, просто попробуйте. Друзья, просто выкладывайте 15 секунд нарезки наших роликов в ТикТок. У кого будет 1 миллион просмотров, мы платим им 2 тысячи рублей. Смотрите, мы им реально платим по 2-1,5 тысячи рублей. Ребят, выкладывайте, набирайте просмотров, набирайте актуальность. Начинаем, просто выложи это видео. Давай-давай. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Парадигма. Меня зовут Сергей. Меня зовут Вадим. И сегодня у нас необычайная проверка. К нам обратился мужчина. Он достаточно богат и обеспечен. И он пристально обращает внимание на выбор няни. Самое главное, что мы делаем такую вот немножечко аналитику, то, что если обеспеченный человек, и он хочет проверить няню, либо няня будет слишком избавленной, либо мальчик. Мы хотим это проверить. На самом деле это очень интересная проверка. Друзья, сейчас мы созвонимся с отцом, встретимся, скажем, почему он захотел проверить. И тогда начнем проверку. Погнали. У нас возник такой вопрос. Почему вы решили проверить свою няню? Няня новенькая у меня сейчас. С предыдущими нянями были разные конфликты. Часто у вас были, да? Да. Как-то не уживались. Мне было интересно, что происходит. Поэтому я хочу и на няню посмотреть, как она с ним взаимодействует. И как сын ведет себя. А вы считаете, что, может быть, ваш сын, вы ему очень много позволяете, тратите денег на него? Спросите, избалованный? Избалованный. Я люблю своего сына, поэтому, может быть, допускаю где-то перегиб. Но это, конечно же, да, на ваше усмотрение, в любом случае. Все покажет запись. Проверка. Мы все посмотрим. Сейчас мы тогда вот ставим камеры в вашей квартире и пойдем с вами в машину смотреть с камер, прямой эфир, чем они там будут заниматься. Тогда мы начинаем? Ок, давайте сделаем это. Сейчас придет няня. Она новенькая для тебя и для меня. Поэтому ты уж постарайся хорошо вести себя перед ней, чтобы она не жалуется на тебя, прилежно исполняет то, что она просит. Там все в задании и прочее. Договорились? Решал. Ну, жду от тебя примерного поведения. Договорились? О, а вот и она. С третьим ты у меня? Здравствуйте. Да, Роман. Проходи. Да. Ну, как обычно, посидишь с сынишкой. Поделайте домашнее задание. Да, хорошо. Как всегда, приготовь что-нибудь вкусное и полезное для него. Хорошо? Хорошо. Я отлучусь, но ненадолго. Хорошо. Привет, Дим. Здравствуйте. Ну что, я вас оставляю. А я сейчас переоденусь. Хорошо. Дима, веди себя хорошо. Хорошо. Я скоро вернусь. Все, до свидания. До свидания. Вам я даю один наушник, чтобы вы слышали все, что происходит. Звук тоже есть. Все нормально, да? Да, у нас четыре камеры. Одна даже рядом стоит прям, чтобы разный ракурс был. Все видели, установили прям в ванной, в коридоре, в комнате две камеры. Так, Дим, ну что, я переоделась. Начнем с уроков. Ну, буду я ничего делать. Нет, нужно уроки делать. Как же, папа сказал, чтобы мы делали уроки с тобой. Нет, пусть я лучше в видосики посмотрел. Нет, Дим. Давай, с чего начнем там? С математики или с чего? Что попроще? Ну, не хочу. Ну, как же так? Так, надо приступать к урокам в любом случае. У нас с тобой других вариантов нет. Я лучше в видосики посмотрела. Так, во-первых, я с тобой разговариваю, отложи телефон, почему ты в телефоне сидишь? Не буду я ничего откладывать. Я тебе говорю, отложи телефон и будем сейчас делать уроки. Сама делайте уроки. Некрасиво себя ведешь, Дим. Мне пофигу. Нет, Дим, дай мне сюда телефон. Не хочу. Положи телефон на стол, а будем делать с тобой уроки. У нас какие-то уроки нужны. В принципе, вы видите, что сейчас происходит? Да, я вижу. Она пытается его к учебе приобщить. Он отчаянно сопротивляется. Вообще неожиданно для меня. Не пойму, почему так происходит. При вас он так себя ведет? Вообще не раз. А что он говорит? Потому что я бы его точно поставил на место. Я не приемлю такое поведение. Он ведет пицца. Без вас он расслабляется по входу и дает... Более своим поведением такому. Гордиться. Это уже, да, это уже плохое поведение. Ну, явно тут не я повлиял на него. Дим, ты в курсе, что уроки нужно учить. Ты кем вырастишь, кем ты будешь потом? Да не, пусть меня будет папа обеспечивать. Нет, это так не работает. Когда вырастешь, тебе самому придет себя обеспечивать. Пока ты маленький, папа обеспечивает, а потом нет. Нет. Так, все, Дим, убираем телефон. Как отстань от меня? Нет, Дим, телефон давай мне сюда. Да, я не буду ничего делать. Надо делать уроки, я тебе сказала. Не буду. Так, все, давай мне телефон. Я сейчас позвоню твоему отцу, расскажу, что ты меня не слушаешь. Он тебе все равно не поверит. Он же мой отец. Я скажу, что ты меня побил, а он тебя уволит. Разве можно так говорить? Ты же соврешь. Нет, он мне больше поверит. Нет, Дим. Все, я иду за портфельным за твоим, делаем уроки. Нет, да, не буду. Смотрите, он зачем-то за стулом пошел. Или самому любопытно, для чего. Что ты делаешь? Подойди сюда. Ты что, чувак? Ты что, чувак? Что за капец? Попался? Чувак, ты... Папки, жгань, я заколебался за тобой бегать. Чувак, у меня денег вообще нету. В смысле нету? Я тебе могу показать проверенную компанию. Рассказать тебе? Давай. Все очень просто. Заходите на сайт Avalon Technology. Регистрируйтесь, входите. Можно положить всего 100 рублей и приумножить их в 1,3% в день. Вот таким образом я приумножил свой капитал. Поэтому, ребята, ссылка на спонсоры в описании. Нормальная девушка, правда немного высокая. Хотя какая разница, ведь у меня есть деньги. Ты думаешь, что деньгами решается? Конечно, деньгами. Найму себе людей за деньги. Украду тебя. Да, неожиданный подкат. Девушка говорит, короче, типа, ты нормальная девушка была бы. Но для маленького ребенка он достаточно такой, как бы, ну, как смышленый. Как бы, на словах. Все деньгами не решается в этом мире, я тебе уже об этом говорила. Нужно самому зарабатывать, нужно учиться для этого. Поэтому давай садиться и делать уроки. Нет, не буду садиться. Нет, мы садимся и делаем уроки, потому что так сказал папа, потому что учиться нужно. Сама учись, а меня папа и так обеспечит. А папа вот сам себе зарабатывал, папа учился для этого. А ты не будешь так делать? Да мне кофе бы. Папа, разве не пример для тебя? Это уже не твое дело, твое дело убирать. Ты вообще офигел уже. Так, мы садимся и учим уроки. Нет. Да. Подойди сюда ко мне. Нет. Подойди сюда. Ты что кидаешь? Это что такое? Кто тебя так научил? Быстро подними. Сама под двери. Это твоя куртка? Подойди и подними, так никто не делает. Нет. Подойди и подними. Так, все, идем учиться. Нет, вон убирай. Я сейчас тебе дам, убирай. Это ты бросил куртка? Да. Из денег похалывать. Ты вообще что ли обалдел? Нет. Слезай, пожалуйста. Подойди, пожалуйста, отстань. Это ужас какой-то. Я сейчас твоему отцу позвоню. Все, пожалуйста, отстань от меня. Дим, нет, мы будем учить уроки. Никаких, правда, Стас. Слезай от кровати. Быстро подойди ко мне. Нет. Да. Отстань от меня. Сама у тебя уроки. Бабки взяла и ушла отсюда. Ты вообще что, обалдел? Это что за воспитание такое? Отстань. Подними куртку быстро. Нет. Встал, поднял куртку. Все, я сейчас позвоню папе. Давай сюда телефон. Ты можешь увидеть самое большое количество бабок? Ну, давай, покажи. Смотрите, он какой-то сундук. Потащил. Черный. Черный сундук. Ну, да. Хороню, прячу кое-что. Какой он огромный сундук. А там еще какой-то интересный. Он говорит, бабки. Ну, парнем. Не хотел бы я озвучивать, что и как. Откуда он, почему он такие места знает. Ну, ребенок, он же все-таки ищет что-то в квартире. Ну, представляете, он... Поэтому... Иди посадку. Офигеть, смотрите, он ее закрывает. Чего? Он ее закрыл в шкафу. Капец. Охренеть. Что, может, пойдем от... Как у вас поведение такого вашего сына? Да не спрашивай вообще. Я... Это вообще непозволительно. Это что? Он с ней обращается как с игрушкой. Он закрыл ее, он не выпускает. Да, реально. Напоминай фильм «Игрушка». Ломится. Дима, ты что, дверь держишь? Открывай меня, я тебе сказала. Я открою. Открывай быстро. А ты меня не слушаешь. А я тебя не должна слушать. Быстро открой мне дверь. Это мой дом, сиди там. Дима, быстро открой мне дверь, я что твоему отцу расскажу? Да, его ждет со мной очень такой сильный разговор. Мужской, по мужской. А это теперь твой дом. Наглый, маленький мальчик, быстро открой мне. Нет. Да. Дима, открой. Открывай быстро. Дим, поможем? А, не, все, вот он ее открыл. Нормально все? Ну, все-таки открыл. Уже хорошо. Уже этим радует. Это что за поведение? Что это такое? Кто тебя научил себя так вести? Так, все, Дим, садимся делать уроки. Ладно, дай мне придет и отопнуться буду делать. Какие еще две минуты? Дай мне придать две минуты. Вставай. Все. Вообще, если хочешь, я сломаю этот диван. У меня уже терпение заканчивается. Какой сломаю диван? Ты что, офигел вообще, что ли? Что это такое? Я все равно, что спать уже это сломала. Я тебе скажу. Дима, что это такое вообще? Я не знаю, что с тобой делать уже. Я не скажу, если ты со мной пойдешь на свидание. Какое свидание? Уроки делай сначала. Свидание. Так, все. Ну что, давай садиться учить уроки. Или, может, поговорим с тобой, чтобы понять, почему у тебя такое поведение? У тебя, может, какие-то проблемы с девочками в классе? Нет, у меня никаких проблем с девочками. А что тогда? Просто мне нравится постарше. И что это значит? Например, как ты? Ну, я для тебя слишком взрослая. А мне нравятся взрослые. Нет, тебе нужно со сверстницами со своими общаться. Не хочу, они все из-за денег. Так, Ван, давай чуть-чуть поучим, и я от тебя отстану. Я вот, между прочим, школу с золотой медалью закончила. Так что тебе есть с кого брать пример. Так, сейчас диму телефон. Папа задания прислал. Будем их с тобой делать. Из учебника. Так, у нас какое стихотворение дано? Нам нужно найти здесь глаголы. Первое предложение. Звезды меркнут и гаснут. Во вне облака. Где у нас здесь глаголы? Гаснут. Или звезды? Звезды, по-моему. Гаснут глагол? Да. Ладно. Следующее. Белый пар по лугам растилается. По лугам. Глагол. Правильно? Что ты молчишь? Правильно. В зеркальной воде по кудрям лозняка от зари алый свет разливается. Так, здесь у нас по воде. Так, дальше ты сам. Давай. Читай вот здесь. Древние чутки кому? Камыш, тишь, безлюдные вокруг. Ищи глагол. Камыш. Правильно. Чуть приметно тропинка расистая. Так, здесь у нас где глагол? Тропинка. Протянул ветерок, воду морщит ребит. Пронеслись утки шумом и скрылись. У нас здесь глагол с тобой. Ветерок. Ты что, совсем тупая? Я же знаю, что это существительное. Я вообще-то золотую медаль у школы закончила. Какая я тебе тупая. Я тебе говорю глагол. Ветерок и утки. Вас что, вообще ничему в школе не учат? Меня папа учит. Делает деньги вот так. Пальцом щелкнул деньги в банк. Не может тебя такому папу учить. Так, все, давай до конца. У нас тут с тобой пронеслись утки шумом и скрылись. Здесь у нас утки глагол. Что, совсем тупая? Утки это существительность. Это с первого класса учит. Чему вас там учат? Я тебе говорю, утки глагол. Да все, не будете уроки уже делать. Задолбался уже. Ты что, вообще обалдел? Почему ты кидаешь уроки? Ты тупая сама уча эти уроки, а я пойду. Ты как со мной разговариваешь? Как хочу так разговаривать. Что это такое вообще? Так, раз ты не хочешь ничего учить, я пошла за продуктами схожу. Хоть покушать приготовлю. То я там забыл кое-что купить. Ты здесь спокойно посиди, пожалуйста. Так, Дим, все, я пошла. Хорошо себя веди, я быстро вернусь сейчас. Она куда-то собирается. А почему она покидает ребенок, а она уходит из дома? А она ничего не сказала? Вот тут я не говорю ей покидать. Она что-то говорит? Она говорит, нет, нет, за продуктами нормально. А за продуктами она может уходить без ребенка? Это неправильное поведение? Она не имеет права, чтобы она уходить? Ну да, вообще-то нет. Заранее должны быть. Но заранее у вас должны быть продукты. Она могла бы об этом предупредить или сделать доставку. Вот это неправильный момент в поведении. Ну, я считаю, все равно, как бы, это больше противодействие вашего сына. Да понятно, что он вынудил ее немножко перезарядиться, перезагрузиться после таких выходов. Я же говорю, всерьез поговорю с ним. Хорошо. Слышишь меня? Я ушла. Да, да. Алло. Открой мне. Это я пришла. Дим, открой. Нет, не открою. Быстро дверь мне открыл. Я сейчас опять позвоню твоему папе. Сколько можно надо мной издеваться? Открой мне дверь. Постой, позакаляйся там. Что значит постой? Что значит позакаляйся? Тебе кто такому научил вообще? Нет, не открой. Стой там. Дверь открой. Вадим, надо достать камеру с этой позже. Около подъезда, которая посмотрит, что они там делают. Кто звонит? Роман. Алло. Здравствуйте, да, извините, что отвлекаю. Скажите, пожалуйста, мне код от домофона. А, 6, 8, 12. Все, получилось? Это у меня не звонило, да? Да. Вы ей пароли от двери? Мне нужен код от домофона. Понятно, как ты и говоришь. Выходит на берегу. Короче, достань обязательно кадр. Ну и что это такое? Ничего, что я стояла на улице, и я замерзла там. Почему ты себя так ведешь? Что она на них кричит? Да, да, да. Разбирает поведение, она и кричит на нее. Ну, хотя то, что она запирает, знаете, на холоде. Ну, все, что я вижу и слышу, я оправдываю ее. Я понимаю ее поведение. Я просто хотела пустить. Так не шутят, Дим. Так нельзя себя вести. Иди-ка сюда. Может, я голову помыть? Что ты делаешь? Что происходит здесь? Ну, это вообще... Он ее тупо облил. Взял, облил. Безья все пишут, где психушка. Мы подготавливаем такой мегапроект, что вы его скоро увидите. Именно психушка, но необычная. Ребята, мы начали с психушки. Многие увидели наши видео. Они набирали огромную популярность. Каждый человек, я уверен, видел эти видео. Друзья, мы поедем по разным городам, чтобы проникнуть в каждую психушку. Самые интересные психушки будут выложены. Это будет необычное видео, друзья. Ждите скоро на нашем канале. А чтобы увидеть эти легендарные видео, обязательно поставь колокольчик и включи уведомления, чтобы пришло тебе это все. Друзья, на все уведомления добавляйте вот так. Все, давайте, друзья, ждите психушки, а мы начинаем. Дима, что ты делаешь-то? Вообще офигел уже. Что это за поведение такое? Какой пранк? Сколько ты будешь надо мной издеваться еще? Сиди тут. Она закрыла его. Да по делам ему. Я бы не такое сделал с ним. Она его закрыла и ушла. Ой, она переодеваться пошла. Продолжение этого видео вы можете увидеть на канале Вадима Вадимовича. Вы сами знаете, что там. Все это можно увидеть по ссылке в описании. Следующая проверка у нас будет очень эмоциональная, ребята. Она будет максимально нестандартная. Друзья, вы думаете, что мы занимаемся ерундой и снимаем одни проверки? На самом деле, друзья, мы очень подготавливали долго этот проект про психушку. Друзья, и это будет подводка. Друзья, эту проверку няни мы оставили на самый последний момент, когда уже перейдем к психушкам. Там будет проверка няни, но не с обычным ребенком. Друзья, это видео вы увидите в субботу, поэтому не пропустите. Я вот посмотрел, честно, я посмотрел на вашего сына. Я не хочу никак, но... Я просто вижу, что и как он себя ведет. Честно, мне неприятно, как он относится к няне. Я хотел бы, чтобы сейчас вы с ним поговорили. Мы сейчас выходим тогда и поговорим с вашим сыном. Какую-нибудь нотацию ему, кстати, да? Он предлагает на Мальдивы поехать. Ну, все понятно. Давай, Вадим, просто нотацию. Погнали. Здравствуйте. Мы из проекта проверки работы. Мы проверяли вашу работу. В итоге, как бы, оказалось все так, как мы не представляли. Какую работу, в смысле, я не сняла. Почему я не сняла? Не бойтесь, поэтому... Потому что мы вас будем рекомендовать, потому что у вас хорошая была работа. Вы держались долго. Ну, правда, были такие маленькие моменты. Были моменты с учебы, когда... Да, как, в общем, что значит... И дальше вы еще подавались на провокацию, ну, в смысле, снимать ТикТок, когда... Не знаю, хотя это, может, способ развлекания у вас был такой, но... Я пыталась развлекать ребенка, да. С учебой это, конечно, было смешно. Дима, такого я от тебя не ожидал. Не хотел бы я, чтобы мой сын вырос таким, действительно доводил до первого коленя хороших людей, которые ухаживают за тобой, пытаются тебе что-то хорошее привить. Знаешь, действительно, они все деньгами в жизни меряются. И с таким поведением ты не добьешься хороших денег. Я тебе помогать в жизни не буду. Постоянно, деньгами. Много-много, очень многое ты должен добиться сам. Но без этого поведения... Дима, скажи, тебе не стыдно перед няней? Я не знаю, типа, твое поведение... Мы это выложим все в такую социальную сеть, которую, я уверен, ты знаешь. И твои сверстники тоже смотрят, одноклассники смотрят ее. На YouTube мы это все выложим, и твое поведение увидят много людей. Тебе не стыдно за свое поведение? Ну, ты не хочешь как-то перед няней, я не знаю, извиниться хотя бы, малейшее, простое, что сделать? Извиниться просто. Прости, пожалуйста. Хорошо, Дим. Все. Дима, а скажи, пожалуйста, мне, а что значит кидать в человека деньги? Говорит, убери сам. Убери сама и так далее. А что ты думал в этот момент? Неужели я тебя так умучил? Решать все деньгами, тем более швырять деньгами. Неужели ты видел это в моем поведении? Деньги знаешь, как зарабатывать эти деньги? Да. Но отец не все время сможет платить за тебя. Ты вырастешь, и ты поймешь это, я уверен. И с таким воспитанием далеко ты не уедешь. А что вы теперь с ним будете делать? Проведу беседу, и не один раз. Мы будем очень долго разговаривать. И я ему приведу из жизни примеры, когда многое решается другими способами, не денежными. И люди действительно обеспеченные так себя не ведут. Это неприемлемо для нашей семьи. Я думаю, мы на этом заканчиваем. Спасибо вам большое, что вы держались. Будешь хорошим мальчиком. Не все решается деньгами еще раз. Люди, они бессильны. Александр, спасибо за терпение, что вы держали целый вечер с ним. Спасибо. Мы шли из другой инициативы, думая проверить вас. Да, на самом деле мы проверили не вас, а сына. Все, на этом мы прощаемся, да, Вадим. Спасибо вам. Всем пока-пока, друзья.